В результате крушения пассажирского самолета в Казахстане погибли 12 человек, пострадали 49, сообщает МВД Республики. По данным врачей, жертв 15. Всего самолета находилось 95 пассажиров и 5 членов экипажа. Трагедия произошла в пятницу рано утром на взлете в момент, когда лайнер регионального перевозчика Бек-Эйр едва успел оторваться от земли с подробностями Инара Халмеева. Рейс авиакомпании Бек-Эйр из Алматы в Нур-Султан отправлялся в районе 7 утра. Вылет минут на 10 задержали. Местные СМИ обнародовали аудиозапись переговоров диспетчера с экипажем. Из нее следует, что подготовка к полету прошла в штатном режиме. Взлет был разрешен. Затем связь пропала. С радара Фокер-100 исчез уже через минуту после взлета. Одна из пассажиров, которой удалось выжить, позже рассказала, что при взлете самолет два раза поднимался и терял высоту. Потом был страшный звук, все сопровождалось криками и плачем людей. Лайнер пробил бетонное ограждение и фюзеляжем врезался в двухэтажный строящийся пустой дом. О дальнейшем развитии событий рассказывает журналист из Казахстана Денис Кривошеев. Самолет дважды при взлете коснулся хвостом летно-посадочной полосы, что может свидетельствовать, что ему не хватало мощности для отрыва. Все склоняются к тому, что пилот совершил невозможное. При повороте, когда был крен вправо, он выровнял перед столкнением с землей и горизонтально он сел на поле. Это было важно, потому что если бы он с таким креном ударился бы забором, то наверняка бы его закрутило и тогда бы оторвало бы крыло и возможно было бы возгорание. Капитану воздушного судна было 58 лет. Он в списке жертв. Выжившие рассказывают, что погибшие и пострадавшие находились в самолете до 14-го ряда. Россиян на борту не было, но были четыре иностранца – граждане Украины, Киргизии и Китая. Все они живы, сообщает МВД страны. По предварительным данным, причинами крушения могли стать техническая неисправность, либо ошибка пилотов, заявляет вице-премьер Казахстана Роман Скляр. А вот что говорит авиаэксперт, экс-конструктор КБ Сухого Вадим Лукашевич. Это могут быть двигатели, то есть потеря тяги. Это может быть ошибка пилотирования. Слишком резко набирали высоту. Это может быть что-то с механизацией крыла, то есть, допустим, летчики не выпустили это в взлетное положение. Все что угодно. В конце концов, может попасть посторонний предмет, допустим, птица в воздухозаборник двигателя. А почему самолет, он же в здание врезался, почему не загорелся? Ну, повезло людям. Если не произошло разрушение топливных баков, то либо течи не возникло, либо течь возникла, но не попала ни на замыкание, ни на горячие двигатели. Это значит, что касание земли было достаточно мягким. Вспомним на случай кукурузии, ведь там тоже полностью заправленный самолет, сел на грунт и все. Еще одна возможная версия, которую выдвигают эксперты – обледенение. Упавший «Фокер-100» выпущен в 1996 году, в предпоследний год, когда нидерландская авиастроительная компания производила эти самолеты. Сертификат летной годности на потерпевшее крушение воздушное судно выдан в мае этого года. Авиапарк «Бек-Эйр» полностью состоял из «Фокеров», у перевозчика, который на рынке 20 лет, даже есть собственная база обслуживания с возможностями сложного ремонта. После катастрофы работа авиакомпаний была приостановлена. Инара Халмеева, Бизнес.ФМ Люди жалуются, что не могут сдать ранее купленные билеты БКР. По их словам, телефоны перевозчика отключены, офис закрыт. Тем временем билеты на рейсы других казахстанских авиакомпаний после крушения резко подорожали. В Казахстане 28 декабря объявлено днем траура. Казахстан Казахстан